В Заурале стартовала третья областная спартакиада детей-инвалидов. Первым видом соревнований традиционно стал легкоатлетический кросс. В городском бару Шадринска на старт вышли около 50 ребят 1998 года рождения и моложе. Спортсмены представляли 8 команд. Шадринские школы-интернаты номер 11, 12, 16, а также Каргопольскую, Веденскую, Лебяжевскую, Красноесецкую и Варгышинскую школу-интернаты. Стоит отметить, что впервые к состязаниям присоединился Сафакулевский район. Раньше не участвовали. В конце спартакиада они у нас в лёгкой атлетике, в закрытии. А в этом году решили с самого начала проходить бороться за брызы командного зачёта. Просто-напросто до этого не знали. Мы узнали, что есть такие мероприятия, но и дети появились, которые могут у нас поучаствовать. Будем надеяться, что ребята покажут достойные результаты. Вообще сам бег в естественных условиях, кросс, он предполагает плохое погодное условие, необычные какие-то такие условия соревновательные. И лужи могут быть, и ямы, и овраги. Поэтому для кросса это в целом неплохо. У девушек состоялись забеги на дистанции 500 метров, а у юношей на 1000. Разделение на патологии в этом году областная детская спортивно-адаптивная школа решила убрать. Призовые места займут те школы, у которых по турнирной таблице будет наибольшее количество очков. Для победы каждому спортсмену придётся постараться выложиться на все 100%. Программа «Спартакиады» рассчитана на весь учебный год. В её рамках запланированы соревнования по мини-футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, дартсу, плаванию. А завершающим видом станет лёгкая атлетика. Есть турнирная таблица, где первое место – это 30 очков, второе место – 28 и так далее, и от 29 до 0. Данные соревнования у нас, как и все последующие, будут направлены на формирование сборной команды для участия в соревнованиях российского уровня. С каждым годом в России растёт популярность адаптивной физкультуры и спорта. Отличным примером служат выступления шадринских спортсменов на соревнованиях разного ранга. Согласно единому календарному плану межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России, с 13 по 16 сентября в городе Ханты-Мансийск состоялась 19-я открытая спартакиада среди людей с инвалидностью. В ней принял участие воспитанник шадринской коррекционной школы-интерната номер 11 Николай Хмелинин под руководством тренера-преподавателя Василия Камкина. По словам тренера Николая, совсем немного не хватило до победы в настольном теннисе, и он занял второе место. В плавании юноша показал следующие результаты. Второе место на дистанции 50 метров свободным стилем с результатом 38,8 секунд. С дисциплиной кроль на спине 50 метров он справился за 48,3 секунды. В результате стал третьим. Он неплохо плывет, поэтому решили, что он будет спать в плавании. Буквально десятые секунды уступил первому месту на груди и на спине он занял третье место. Это я считаю, что очень даже хороший результат. Одним словом, борьба была интересной, но конечный результат был такой, что Коля занял второе место. Хотя я очень надеялся, что мы будем первыми. Но видите, настольный теннис чем отличается? Что нужно сориентироваться по тактике игры. И вот он не сумел сориентироваться. Более опытный был мужчина против него. И он психологически ему проиграл. Понимаете, психологически. Как бы технически они были на равных. Хотя соревнования в Ханты-Мансийске Николай Хмеленин не выиграл, в Шадринске обошел своих соперников и стал первым. Второе место занял Александр Палышев, а третье – Кирилл Евдокимов. Оба юноши из школы-интерната номер 16. Среди девушек выиграла Виктория Баева из Каргопольской школы-интерната. Сразу за ней Наталья Тарасова и Вероника Еланцева из Веденской школы-интерната. В конце учебного года по итогам командного первенства третьей областной спартакиады команда победителей не только получит кубки и дипломы, но и сертификаты на приобретение инвентаря на разную сумму.